Шалом! Среди моих друзей есть несколько человек, которые проходят сейчас довольно трудный период в своей жизни. Они пастора церквей, проповедники, учителя, другие служители из одного движения, основанного известным протестантским лидером, который относительно недавно перешел в католичество. Я не называю его имени, хотя, возможно, вы поняли, о ком идет речь, потому что в сегодняшней программе я буду говорить не о нем и не о моих друзьях, а вообще о кризисе доверия лидерам. У всех у нас на каком-то жизненном этапе, я думаю, обычно в детстве и в молодости, есть люди, которые играют не просто важную роль, а уникальную роль в нашей жизни. Они дают нам старт в жизни. Они, если сравнить нашу жизнь с запуском космического корабля, они выводят нас на орбиту. И поскольку изменить траекторию полета корабля, который уже запущен, бывает очень нелегко или даже невозможно в каких-то ситуациях, роль этих людей исключительно важна. Книга-притч говорит так. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Почему так сказано? Потому что инерция — это очень большая сила, и преодолеть ее нелегко. Вот поэтому начальный вектор и начальный импульс настолько важны. И вопрос, кто же нам задает этот начальный вектор, этот начальный импульс, кто дает нам старт в жизни? Это наши родители, прежде всего, конечно, которые дают нам саму жизнь, и которые учат нас уму-разуму. Это наши школьные учителя, это тренеры в спортивных секциях, это педагоги в кружках, молодежные лидеры. Это наши старшие коллеги по работе, которые дают нам старт, выводят нас на профессиональную нашу орбиту. Они в начале нашей карьеры учат нас, как мастер, учит подмастерьем, мы обучаемся у них ремеслу нашему. Это, в общем, все те люди, которые не просто влияют на нас, потому что просто влияние постоянно со всех сторон у нас есть. Это люди, которые влияют на нас, во-первых, с позиции авторитета, и, во-вторых, в то время, когда мы еще молодые, когда мы в том возрасте, когда мы еще как мягкая глина в руках горшечника, нас легко лепить, на нас влиять легко. Влияние этих людей бывает настолько сильным, что вот такой человек может стать нашей ролевой моделью, то есть он может стать нашим примером для подражания, образцом. Мы подражаем ему сознательно или бессознательно, он просто становится нашим героем. Мы хотим быть таким, как он. Дети говорят, когда я вырасту, я стану таким, как ты. Вот мы, когда думаем, когда я вырасту когда-нибудь, я стану таким, как ты. У меня в свое время были такие люди, и как у всех, я думаю, у нас, у меня это были мои тренеры по карате, это был Штирлиц, известный всему Советскому Союзу, знаменитый разведчик, герой фильма, поставленного по роману Юлиана Семенова. Это был мой собственный отец, и это были также другие мужчины в разное время, которые впечатляли меня, кто физической силой своей, кто своим умом, кто сочетанием того и другого, и какими-то еще качествами, которые я оценил. Теперь представьте себе, что в один прекрасный день вы вдруг понимаете, что тот, на кого вы равнялись, кто был вашим героем, за кем вы шли, в том или ином смысле, был вашим вождем этот человек, вдруг вы понимаете, что этот человек несовершенный, как минимум, а то и грешный. То есть, конечно, наверное, если вы верующий человек, то теоретически вы признавали это и раньше, потому что безгрешных людей на земле было всего трое, Адам и Ева пока не согрешили, и Иисус Христос, Мессия Ишо. Это в теории, то есть, если мы говорим о себе как о верующих, это в нашем богословии. С богословием у нас все в порядке, в теории. Но в реальности, которую создаем мы сами себе, такими людьми, безгрешными людьми, являются очень часто также наши вожди, наши герои, истории которых мы слушаем, раскрыв рот и мечтаем повторить сами когда-нибудь их подвиги. И, конечно же, время от времени мы чувствуем их человеческие слабости и даже видим их грехи. Но для нас всегда, у нас всегда находится для этих людей тысяча оправданий. И мы быстро закрываем на все это глаза. В конце концов, мы говорим, свои слабости есть у каждого, а грехи, ну, это же, в конце концов, не прелебудеяние, не убийство, не воровство. По сравнению с другими вождями, которые таки действительно изменились жене, проворовались или начали учить какую-то ересь, наш, он просто святой. Так мы сами себе говорим, и мы не понимаем, что речи эти самообман. Но почему же в таком случае мы хотим, очень хотим обмануть самих себя? По-моему, дело вот в чем. Пока мы дети, в обычном смысле слова или в духовном смысле слова, пока мы дети, нам очень нужен отец. Причем отец не только небесный, а что ни на есть земной, самый, что ни на есть земной отец, обычный земной человек. Человек, который, выражаясь словами покойного Александра Гальча, скажет, я знаю, как надо. У него есть такое стихотворение, там повторяются эти слова. Он похлопает нас по плечу, похвалит, когда мы отличились в лучшую сторону. Он отечественно нас пожурит, когда мы отличились в худшую сторону. Он научит нас читать, держать молоток, молиться, давать сдачи. И не имея такого человека, ребенок или молодой духовный человек, он ощущает себя сиротой, и он на самом деле им является. Нам такие люди, пока мы в начале пути, они нам нужны, как воздух. И нужда эта вполне легитимная, по-моему, потому что ведь сам Бог устроил жизнь на земле таким образом, что в идеале человек рождается на свет и растет в любви, в доброй, в любящей семье. Не в вакууме, а именно в семье, где есть родители, где есть люди, которые окружают его любовью, и которые заботятся о нем, и которые воспитывают его, помогают ему встать на собственные ноги. Так вот, такой человек играет для нас роль одновременно и священника, и пророка, и царя, и поэтому для нас он обладает священным статусом. И это с одной стороны. А с другой стороны, совместить вот этот священный статус с человеческой слабостью и греховностью, которую мы начинаем обязательно чувствовать и осознавать в какой-то момент также, совместить эти две вещи для нас – это большая проблема, это большой вызов. Потому что мы подсознательно или сознательно, мы понимаем, что святость и грех ничего общего между собой не имеют. Между ними всегда идет война, не на жизнь, а на смерть. И это просто непримиримый конфликт между святостью и грехом, между священным статусом того, кого мы называем своим отцом, или вождем, или духовным лидером, и его человеческими слабостями, ошибками и грехами. Также мы разрешаем этот конфликт, потому что жить с этим конфликтом мы не умеем. Мы, в принципе, не любим жить с конфликтами, с противоречиями, мы не умеем справляться с ними. Во всяком случае, это очень трудно этому научиться. И поэтому мы сразу же, почувствовав этот конфликт, мы сразу же прибегаем к тому или иному выходу. Мы ищем то или иное решение. Очень часто решение, которое мы выбираем, это пожертвовать сознанием или признанием человеческого в нашем вожде слабостей, ошибок и грехов. Мы создаем себе идеальный образ, образ идеального вождя, и мы живем с этим образом. Этот образ, конечно же, он напоминает реального человека, с которым мы имеем дело, но лишь отчасти. Потом в один прекрасный день выясняется, что разница между реальным человеком и образом, с которым мы живем, очень существенная. И что теперь делать? Вот настает этот кризис. Причем кризис этот очень глубокий, потому что человек, о котором мы говорим, это не сосед Федя или Йоси, это если это израильский сосед, это не друг Васи или Дани, это наш вождь, это человек, стоящий в нашем сознании на пьедестале. И пьедестал вдруг начинает шататься. Переоценка личности вождя или отца, это дело очень непростое, по-моему, маятник эмоций легко очень может качнуться от любви к ненависти, причем по закону маятника, чем больше была любовь, тем сильнее может быть ненависть. Соответственно, ненависть-то разрушительна. Прежде всего для нашей собственной души заповедано нам с вами любить, а не ненавидеть. И понятно, почему заповедано, потому что созданы мы, опять-таки, любящим Богом для жизни в любви. И вот у нас с вами есть такая задачка интересная, как нам с вами любить человека, который был или является по-прежнему нашим вождем, и имидж которого начинает меняться, причем не в лучшую сторону. Я предлагаю решать эту задачку с того, что мы вернемся к самому основному противоречию, с которым мы сталкиваемся во всей этой истории, между святостью и грехом. Точнее, между святостью того служения, которое человек несет или должен нести, и с греховностью самого человека. Противоречие, как я сказал, это немнимое, невоображаемое, но абсолютно реальное, потому что служение отца или лидера, или наставника в Царстве Божьем, это действительно нечто святое, но каждый, кто его исполняет, грешный человек. В Писании об этом противоречия говорит очень много, причем главным образом в форме истории, и к историям мы обязательно еще придем, по мере того, как мы будем разбираться с ним. Но я хотел бы вначале обратить ваше внимание не на историю, а на прямую, данную прямым текстом заповедь, имеющую отношение к нашему теме, «Почитай отца твоего и мать твою». Среди всех заповедей Библии, по-моему, она стоит особняком, как минимум по двум причинам. Во-первых, потому что это одна из десяти заповедей, которые изначально сам Господь Бог начертал своим перстом на каменных скрижалях, которые он сам опять-таки вытесал. Если вдуматься, за всю историю человечества сам Бог персонально написал всего десять коротких предложений. Все остальное написали люди, конечно, ведомые им, но он сам лично написал всего десять коротких предложений. Уже отсюда ясно, что каждый из них очень важен. Во-вторых, среди десяти заповедей вот это, «Почитай отца твоего и мать твою» занимает тоже особое положение, потому что она первая из тех шести заповедей, которые регулируют человеческие взаимоотношения. То есть не убей, не прелюбодействуй, не кради, и все остальные заповеди идут после нее, а не до. И, конечно же, Бог не случайно написал первой именно эту заповедь среди всех заповедей, регулирующих отношения между людьми. Потому что если мы не относимся как должно к тем людям, которые дали нам саму жизнь, то и мы к жизни вообще не будем относиться правильно. Ни к собственной жизни, ни к жизни других людей. По-моему, человеку, не чтящему тех, через кого он получил жизнь, будет гораздо проще украсть что-то у ближнего, может быть, жену украсть, то есть совершить прелюбодеяние, жизнь у него отнять, то есть убить его и так далее. И вот поэтому эта заповедь сопровождается также обетованием, что тоже выделяет ее среди всех десяти заповедей. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Так написано в книге Исход 20 главе, книге Шмот. Если бы заповедь эту давали мы с вами, то, наверное, она звучала бы немножко иначе. Например, так. «Почитай отца твоего, если он хороший отец, и мать твою, если она хорошая мать». И, конечно же, мы эту заповедь исполняли бы с большим энтузиазмом. До тех пор, пока мы не обнаружили бы в характерах своих родителей что-то, что хорошим мы назвать при всем желании уже не можем. В этот самый момент у нас появилась бы совершенно законная причина больше не чтить своих родителей безоговорочно. Однако заповедь Господа, данная им, не нами, а им, звучит иначе. Слово «хороший» там нет. Там сказано просто «почитай отца твоего и мать твою». То есть, всегда, в любую погоду, в любом возрасте, в любом состоянии здоровья почитай тех самых родителей, которые у тебя есть, невзирая на их недостатки, ошибки и грехи. Эта заповедь настолько же абсолютно, как и остальные заповеди, девять заповедей на чертых, на камнях, самим Господу. То есть, как не убей, как не прелюбодействуй, не кради и прочее. То есть, убийство, прелюбодяние и кража недопустимы ни при каких обстоятельствах. И точно так же ни при каких обстоятельствах недопустимы непочтительные отношения к родителям. И я понимаю, конечно, что это легко сказать. И очень трудно сделать и делать постоянно, как я говорю, если отец или мать бросили ребенка, издевались над ним сами или позволяли это делать другим, или грешили против своих детей физических или духовных другими подобными тяжкими грехами. или менее тяжкими. Потому что обязательно в этом ситуации возникает вопрос, а за что, собственно, почитать, когда имеет место быть сейчас или было вот то-то, 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 то-то и то-то. Вопрос понятный, как я уже сказал, но вопрос, на мой взгляд, неправильный. Неправильный, потому что почтение к родителям, как ясные заповеди, это не почтение за их поведение. И вот этот момент нам важно с вами уловить. Это почтение к их родительскому статусу, а не к их родительским поступкам. Сам их статус, как людей, через которые Господь Бог дал нам с вами жизнь, обязывает вас и меня почитать их всегда, независимо от их поведения. Конечно, здесь напрашиваются следующие вопросы. Ну хорошо, а что значит почитать, если уж вникать? В чем это почтение должно проявляться? Во-вторых, почтение почтением, но как быть за грехами наших отцов и вождей, закрывать на них глаза, делая вид, что все прекрасное ограничится только почтением? Или все-таки есть место откровенному разговору об этих пятнах на солнце? И если есть место к такому разговору, то как этот разговор вести, не нарушая заповедь о почтении? И вообще, насколько все то, что мы говорим сейчас о наших физических родителях, однозначно применимо к нашим духовным родителям, к другим авторитетам, дающим нам старт в жизни? В ближайших нескольких программах я постараюсь ответить на эти вопросы. Спасибо. Шалом.